Добрый день! Ваша инициатива представляется своевременной, и, можно честно сказать, сегодня об этом я говорил на встрече с руководством правительства. Еще совсем недавно я думал о том, что, может быть, не стоит спешить, подождем, подготовиться, следовать. Но если вы сами чувствуете, что только в это время, чтобы активизировать эти процессы, я с вами согласен. Согласен с вами, что террористический акт в Москве был направлен в первую очередь на обострение ситуации в Чечене. Террористов пугает то, что в самом чеченском обществе начали происходить важные, я бы сказал, системные изменения. Люди там начали верить в необратимость процесса налаживания нормальной, мирной, человеческой жизни. Стали работать в больнице, поликлинике, детские совместки. Спустя много лет дети Чечни снова пошли в школу, заработали высшие учебные заведения, растет конкурс при поступлении в Чеченский институт. Вообще были не менее, но еще некоторые люди там. В этом году в республике собран рекордный за все время, в том числе даже за советский период, урожай зерновых. Восстанавливаются и начинают функционировать промышленные предприятия. В правоохранительной сфере все большую часть функций и реальные работы берет у себя Чеченская милиция. Хотел проинформировать вас о том, что сегодня министр Министерской Федерации подписал приказ о создании МВД в Чеченской Федерации. Особую опасность для террористов и их способностей представляет идущий в Чечне конституционный процесс. Возможность политической нормализации выбивает у них почву из-под них. Их не устраивает, что народ республики последовательно ведет дело к восстановлению полноценной и законной правды. И вы, конечно, правы, абсолютно правы в том, что именно в этом политическом процессе находится ключ к выходу из порочного круга бессмысленного, абсолютно бессмысленного и рубительного кровопровизма. И еще раз отчеркиваю, отвечая на вашу инициативу, ответственно заявляю. Федеральная область готова к действительности в этом политическом процессе. Разумеется, в таких условиях террористы и их способники, в том числе зарубежные, вынуждены заниматься подменой понятий. Вместо уже идущего в Чечне реального политического процесса они навязывают нам сомнительных переговорщиков. Тех, кто еще недавно устраивал публичные казни на площади, занимался работно-торговлей, право-заложников, убивал российских и иностранных журналистов, насаждал чеченские вековья и компрометировал чеченский народ. Чему эти бандиты сегодня сопротивляются? Цивилизованным законам жизни? Чему пытаются помогать их иностранные бандиты? И с кем призывают налаживать контакты? Знаете, в этой связи я не считаю правильным обходить молчанием фигуру Масхадова. Этот человек в условиях фактического признания России в 1996 году независимой всей Чечни, хочу подчеркнуть, фактического признания получил власть в республике. Как он воспользовался этой властью? Что он натворил? Что он сделал с Чечнёй? И к чему привёл чеченский народ? Он привёл республику к экономическому коллапсу, к голоду, к полному разрушению социальной сферы и духовной сферы, я бы сказал тоже, к геноциду в отношении представителей других народов, проживавших ранее в Чечне, к многочисленным жертвам среди самих чеченцев. Он привёл, именно он, привёл Россию и Чечню, самое главное, к войне. Вместе с тем, несмотря ни на какие политические издержки, российское руководство до самого последнего времени, хочу проинформировать вас об этом, контактировать с ним. До лета 99-го года для оказания экономической помощи народа республики федеральная власть направляла администрации Масхадова финансовые и материальные ресурсы. Эти средства должны были пойти на пенсии, зарплаты, пособия, но простые мирные люди, их не получали. Масхадов же, в свою очередь, кто говорил об уничтожении одиозных террористов, и хочу вам сказать, что многие призывали нас к уничтожению этих людей, то вдруг неожиданно для всех назначал их своим заместителем, то сам организовывал бандитские вылазки, то осуждал исполнителей после провала этих акций. В сентябре прошлого года мы прямо предложили ему возобновить переговорный процесс. Он прислал для видимости в Москву своего представителя, но от дальнейших контактов опять уклонился. Вместо переговоров он выбрал путь террора и встал за спиной подонков, захвативших 23 октября в Москве сотни подонков. И сегодня, после трагических событий в Москве, официально заявляю, те, кто выбирают Масхадова, выбирают войну. Все эти люди, где бы они ни находились, на территории России или за ее пределами, будут рассматриваться нами, как пособники террористов. Те же, кто понедомыслен или сознательно от страха перед бандитами или, следуя живучей европейской традиции умиротворения политических экстремистов, будут и дальше призывать нас сесть за стол переговоров с убийцами. Я предлагаю им дать нам пример сесть за стол переговоров и договориться сначала с тем самым Бен Ладеном или с Молой Амаром. Эти деятели также не из удовольствия сотнями и тысячами убивают ни в чем не повинных людей. Они тоже удивляют политические требования и к Соединенным Штатам Америки, к европейским странам, к мусульманским государствам и арабским странам, и в отношении Ближнего Востока, и Кашмира, и Чечни в нашем случае. У них есть претензии и к другим регионам.